Основная программа празднования Дня Победы стартовала по традиции на мемориале в Завокзальном районе. Ежегодно у Вечного Огня собираются ветераны, вдовы, труженьки тыла, дети войны, простые сочинцы. В возложении венков приняли участие представители духовенства. За упокойную литургию погибших отслужил гепископ сочинский Туапсинский Герман. В память о павших пронзительно звучал метроном в минуту молчания. На мемориальном комплексе покоятся 4 180 советских воинов. И список этот пополняется. Поисковики находят все новые и новые имена героев. Мы в этот день вспоминаем и чтим память тех людей, которые отдали свои жизни за наше счастье, за наше будущее, за наших детей. Приходим с душой, нужно отдать должное людям, которые погибли, которые подарили Россию мир людям. Детей приводим, чтобы было чувство патриотизма воспитывалось у детей, чтобы уважали. Ветераны, они очень смелые и не побоялись погибнуть, чтобы спасти нашу Россию. В этом году расписание мероприятий было специально составлено так, чтобы все желающие смогли не только посетить траурный митинг, но и успеть пройти в строю бессмертного полка. Он начался на площади у Зимнего театра. По предварительным подсчетам, в этом году в рядах бессмертного полка прошли в Сочи более 140 тысяч человек. Только в центральном районе более 75 тысяч. Сегодня практически весь город, от мала до велика, стал в ряды бессмертного полка. И это говорит о том, что сочинцы очень патриотичны. Это говорит о том, что подрастающее поколение, девчата и ребята, которые сегодня пришли в строй с портретами своих прапрадедов, помнят великий подвиг советского народа, великую отчестную войну, подтверждают то, что они чтят, очень гордятся победителями. Встать в строй бессмертного полка, пройти с портретом предка, почувствовать единение – вот то, ради чего собираются тысячи горожан. Мы всегда будем помнить наших прадедов, наших родных, всех тех, кто воевал на войне. Это дедушка моей мамы, а это дедушка моего папы. Он военврач, а это рядовой. Он пропал без вести в январе 1944 года. Акция «Бессмертный полк» прошла сразу во всех четырех районах города. И с каждым годом количество желающих присоединиться к шествию только растет. А накануне 9 мая международная акция «Свеча памяти» приняла участие более 6 тысяч человек. Огромное количество молодежи и студентов. Мы сегодня с Юнамецами тоже пришли почтить память погибших родственников, дедов, прадедов, воевавших на земле нашей, которые отдали жизни ради чистого неба над головой. Мы пришли сюда с группой из колледжа УЭТК СГУ. Мы считаем, что этот день очень важен. И мы решили почтить память погибших. С горящими свечами в руках сучинцы и гости курорта прошли от площади Северного Мола к Южному. Традиционно в мероприятии принял участие глава города Анатолий Пахомов. Это действительно мероприятие, которое организовывается молодежью. И то, что огромное количество нашей молодежи города сегодня принимает участие, подтверждение того, что никто не забыт, ничто не забыто. После минуты молчания в акватории Черного Моля был спущен памятный венок. 19 тысяч сучинцев ушли на фронт. Из них более 4,5 тысяч так и не вернулись домой. Участники шествия расставили свечи вдоль центральной набережной, а на площади выложили ими слово «Победа». О Победе пели 9 мая даже в общественном транспорте. Песенный флешмоб в городских автобусах стал уже традицией. К нему с удовольствием присоединяются пассажиры. Эмоции у людей самые разные. У кого-то на глазах слезы, а кто-то с улыбкой встречает такую акцию. Как итог – заслуженные аплодисменты вокалисткам. Весело было не только в автобусах. Народные гуляния прошли во всех четырех районах курорта. Так, в центре Сочи, в районе Морского порта для горожан были организованы три концертные программы. В Черешневом саду работали выставки и ярмарки декоративно-прикладного искусства, а также тематические, интерактивные и творческие площадки для самых маленьких детей. В течение дня работала полевая кухня для желающих попробовать настоящую солдатскую кашу. Каша пользуется спросом? Конечно, пользуется большим. И не только каша, и чай тоже. Торжественные мероприятия, посвященные празднику Победы, прошли по всему Сочи. Большой концерт состоялся в Адлерском доме культуры. Для гостей выступили творческие коллективы района с песнями военных лет. Адлерский совет ветеранов получил в этот день подарок – телевизор от главы города. А для хостинских ветеранов подготовили праздничный обед и концерт. Поздравлениями и теплыми словами обменялись в бальниологическом центре Мацеста.